Великий Милан Великий Милан Несто взял в Милане две Лиги Чемпионов и одно Скудетто А еще записал себе победу в Чемпионате Мира 2006 года Когда Костокурте дебютировал за Милан Франко Борези проводил 10-й сезон за взрослую команду Россонеры 719 матчей, 27 лет, из которых 15 с капитанской повязкой И все это в одном клубе Его 6-й номер выведен Миланом из обращения Только один игрок сыграл за Милан больше Борези. У Паула Мальдини 902 матча в красно-черной футболке. Когда Мальдини начинал, к власти пришел Горбачев, а Лео Месси еще не родился. Когда Мальдини уходил, Месси получил свой первый золотой мяч, а президентом России уже год был Медведев. Мальдини символ самого успешного Милана в истории. Как и Костокурта, он пять раз выиграл с клубом Лигу Чемпионов. Он выиграл Лигу Чемпионов с тремя разными клубами. Зейдорф был хорош и в реалии, и в интере, но именно в Милане он провел лучшее десятилетие своей карьеры. Его пик сезон 2006-2007. Тогда Милан выиграл Лигу Чемпионов, а Зейдорфа признали лучшим полузащитником турнира. Маэстро провел за Милан 401 матч и на протяжении 10 лет дважды выиграл Лигу Чемпионов. С годами Пирло терял физики, но его идеальные передачи не теряли в качестве. В 1936 Пирло играл в основе в финале Лиги Чемпионов, только уже в Ювентусе, пока его ровесники почесывали животы на диване, наслаждаясь пенсией. Бразилец перешел в Милан меньше чем за 9 миллионов евро и засиял в центре поля так, что владельцы топ-клубов слепли и тянулись за кошельками. Кака последний человек, который получил золотой мяч до эпохи Роналду и Месси. Риверу называли золотым мальчиком и его коллекция трофеев почти идеальна. Две Лиги Чемпионов 1963 и 1969 годов, плюс победа в чемпионате Европы 1968. Ривера выигрывал золотой мяч, был близок ко второму, но уступил Льву Яшину. Для полной коллекции Ривере не хватило лишь титула чемпиона мира. На Мундиале в Мексике Италия дошла до финала, но бразильцы были слишком сильны. У золотого мальчика лишь серебро. Марко Ван Бастен провел в Милане 6 лет. За это время он наколотил больше сотни мячей. Выиграл два Кубка Чемпионов и три золотых мяча. Единственное, что ему мешало – постоянные травмы. Из-за них он слишком рано завязал с футболом. Но когда Утрехтский лебедь был здоров, он уничтожал всех соперников. Франко Борези описал Ван Бастена просто «Это лучший нападающий, которого я когда-либо видел». Великий Лобановский создал идеального форварда в Киеве. И когда Шевченко перешел в Милан, он был готов к роли суперстрайкера. Андрей играл за Рассанери 8 лет с учетом годичной аренды. За это время Шевена стрелял достаточно, чтобы стать вторым бомбардиром в истории клуба. С Миланом Шевченко выиграл Лигу Чемпионов и получил золотой мяч 2004. Такого игрока на территории бывшего Союза больше не было. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ